Друзья, всем привет! Сегодня у нас опять полетушки. Вы не бойтесь, долго они продолжаться не будут. Скоро мы приступим к запускам интересной техники. Вот в этом видео придется еще потренироваться хорошенько, попробовать полетать по FPV. Также из интересного позамеряем скорость наших самолетов. По крайней мере вот этого малыша. Он иногда очень здорово поливает. Такое ощущение, что километров 80 точно он делает. И вот этого малыша надо протестировать, потому что непонятно, сколько он летит. Чем мы только не измеряли. Видимо из-за электромотора плохо измеряется скорость. Поэтому я взял вот эту штуку. Здесь есть GPS, здесь есть FPV и здесь есть полетный контроллер. Здесь даже углы можно смотреть. В общем эта штука сюда подходит. Это от мини-коршуна кабина. Но это тот же самый коршун, только с электродвигателем. А этот будет реактивный. И это мы уже будем смотреть в следующем видео. Так что, кстати, кому интересно, подписывайтесь. А сейчас мы начнем с этого малыша и посмотрим, как я первый раз в жизни... Точнее, второй я уже на этом пробовал. Мне не понравилось. На этом точно первый раз в жизни буду пробовать летать по FPV. Проблема в том, когда я надеваю очки, руки сами начинают как на квадрике на нем летать. Это очень жестко. Сегодня погода вроде бы неплохая, ветер минимальный. Практически даже не колышется. Но я заметил, что бывает, что ветер маленький, но наверху болтает очень сильно самолеты. Надеюсь, сегодня так не будет. Итак, ставим батареи. Они у меня уже заряжены, дома зарядил и будем пробовать. Тут сейчас может быть ликой смерти. Значит высота 110 метров сейчас, скорость 0. Скорость у нас справа, высота слева. По квадрокоптерному он хочет лететь. Высоко лечу или низко? Низко. Очень низко. Низко. Надо вот скилл нарабатывать в общем. Вроде потихоньку отвыкаю от квадрокоптерного управления. Вроде начинаю приспосабливаться. Сейчас даю на всю, будем максималку пробовать. 105-113, жесть. Но тут я на ветер лечу. Сейчас попробую подразогнаться, ребята. Все, пошел на разгон. 110-120 метров. Все, летаю, нарабатываю скилл. Вроде получается. Разница в чем, ребята? Когда летишь на квадрокоптере, ты стараешься держать горизонт. Здесь, если ты будешь держать горизонт, ты никуда не повернешь. Вот в этом вся и разница, сажать надо будет в ту сторону, на ветер. Низко было? Ну да. Сильно? Ну как-то что-то разболтало. Вроде как немножко пообвыкся, можно пробовать сажать. Сейчас будем смотреть, как это получится. Оттуда будешь заходить? Да, да. Все, уже захожу как бы, сейчас долечу там куда-нибудь. Так, что-то я низко очень, наверное. Все, теперь можно заходить пытаться. Что-то вот его как-то колбасит, не по-детски. Но я этого и боялся. Все. Ну с первой посадкой тебе на FPV. Только что-то мотор выломал, а так все нормально. Мягко вошел. Мотор можно приклеить обратно, потому что сейчас надо будет опять тренироваться. Одной тренировки мало, сами понимаете. Вырвало моторчик. Но нам-то надо продолжать летать. Поэтому я его закрутил обратно на шурупы. И сейчас стяжками доработаю. Класс! Дотянем. Все, сажать будем тогда. Или летаем, продолжаем? Вроде он нормально летит. Вроде она готова. Да. Эпик. Жесть. Жесть полная была. Ну это сам виноват. Хотел показать. Так, что эпик? В принципе целый самолет. Никакого эпика тут нет. Только что-то не работает. Видно отскочила батарейка. Ну да. Просто отсоединилась, да? Ну и мотор опять оторвался. В общем, с этим самолетом на сегодня все. А как вы хотели учиться летать? Каждая новая фигня вот приводит к этому. Это еще вообще... Это радость, видите на лице. Что так шлепнул вроде не хило, а оно целое. Колеса я уже не первый десяток раз к нему приклеивал. Морковка страшна. Вот это да. Сейчас будем бить рекорды скорости на канале. Последний рекорд был 240 километров в час. Поставлю кабину на него. Но летать в FPV пока не буду. Потому что один краш у нас уже есть. Как-то жалковато второй делать. Мы чисто замерим скорость. Я запишу эти кадры на очки. И мы посмотрим, какую максималку он развивает. Наконец-таки мы это узнаем. Тебе эту для контроля. На. Значит в верхнем правом углу показывается скорость. В верхнем левом высота. Ура! 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 Скорость есть? 200. Ой, я заблудился, вернулся. 200, да? Было 200, да. 300 вроде. 300 вроде. Да, 300 было. Всё, надо идти искать. Всё, конец фанжетику. Что-то я не увидел, где там, что там. На ажиотаже побития рекорда не уследил я за самолетом. Сильно далеко он улетел. Я его там ещё вдали пытался как-то там вернуть к себе. Но он начал морковкой падать, как обычно это бывает. И всё, теперь ищем его по полю. Непонятно где, раскололся он, по-моему, на мелкие частички, камера не показывает. Сейчас найдём. Вот что-то беленькое, надеюсь, это не кабина. Это кабина и она в хламе. Вот эта кабина на новый самолет, друзья. Её прям разорвало. Такое чувство, что винтом её разорвало. Придется склеивать. Какая боль. Нос улетел куда-то, а не нос здесь. Ну вот оно как. В принципе, конечно не хорошо, но можно склеить и летать. Всё ли мы нашли? Бата где? Бата улетела куда-то. Надо срочно починить самолеты и опять в бой. Здесь у нас сломан мотор, сломано шасси, немножко выскочил руль направления, но это ещё неизвестно, когда он выскочил. Здесь же у нас надо починить кабину. Это целая осталась относительно. Починить нос, починить кусок крыла и починить качалку. Возможно, вот эта штука и подвела меня, потому что я почувствовал, что пропало управление у самолета и скорее всего это просто хряснула вот эта вот штучка. Она здесь была у меня на супер клею склеена, то есть неизвестно, при какой-то посадке может лопнула. Она чуть-чуть дала трещину, опять по шву и лопнула, так сказать. В общем, возможно, это не моя вина в том, что упал самолет, а вина механика. Надо чинить и опять идти летать. Эти самолеты ещё живее всех живых. Коршун уже лежит на рабочем столе, я уже начал его потихоньку готовить к полетам. Как это будет, вы ещё узнаете в следующих видео и подготовку и сами полеты. Маленький электролёт я уже починил, ушло где-то полчаса. Красота и внешний вид это уже не про этот самолет, это чисто боевой тренировочный. Также, что немаловажно, починил кабину. Вот теперь она вроде бы как вот так, если посмотреть ровная. Здесь есть следы от бандитских пуль. Ну что делать? Так что на кучку и надо теперь вот этого друга склеивать. Этот, конечно, пожёстче пострадал, но самое главное, что силовая установка не пострадала. Не нужно будет ее выставлять. Тут она как-то, видите, билась тоже уже. Она улетала прям целиком. Всё, склеиваю и едем летать. Сегодня мы опять поедем. Быстрая починка. Этот починил где-то за час. То есть весь ремонт не более полутора часов занял. Вот такой моделизм я люблю. Сегодня еще хуже, чем вчера, друзья. В общем самолет не вышел из пике. Я его до таких скоростей разогнал еще вверху, еще не входя в пике. При входе в пике он просто не смог из него выйти. Не знаю, когда уж пооторвало эти кабаны ему. Тут вообще ничего нет. А куда же оно делось? Вот оно на месте. Почему я так переживаю о пропаже? Потому что я всё же хочу его опять склеить. Вот это уже вообще трудно восстановить. Это носик. Это кабина бывшая. Тут есть остатки. И вот весь самолет. Что-то я наелся, если честно, FPV полетами. Но камеру установил. Всё-таки надо зафиксировать скорость этого аппарата. Остался только он целый. Маленький фанжет я всё-таки собрал. Но он тоже, видите, уже в каком мега кривом состоянии. Это чистый франкенштейн. Битый жизнью. Тут уже вставки есть у него, импланты. Ну задняя часть в общем-то целая. Думаю, будет летать. Но сейчас речь не об этом. Сейчас речь о том, чтобы закончить этот проект по снятию характеристик самолетов. Осталось испытать лишь этот и мы сейчас узнаем, какая скорость. Подключу GPS. Сейчас он поймает спутники и полетим. Сегодня присутствует опять же некий ветерок. Но мы его уже давно не боимся. У нас всегда ветер, поэтому что теперь не летать что ли? Всё готово. Без экрана? Без экрана думаешь? А зачем мне экран? Будешь смотреть, говорить. Скорость? В режиме реального времени. Я тогда снимать не смогу, как в прошлый раз. Ты что-то сможешь. В прошлый раз ты всё снял. Ребята, я прошу прощения. Видимо, я не угадал сторону ветра. По крену он очень плохо управляется. Здесь маленькие расходы и его понесло куда-то не туда. Сейчас попробуем второй раз. Надеюсь, что всё получится. Вроде пошел. Скорость какая? 100. Сейчас 100. Мало. Я сейчас навалю. 120. 150. Реально в разы медленнее лететь. Медленнее, да? Конечно. Тут как пуля пролетала. Вот максимальная скорость. 170 развили или нет. Надо смотреть. Будем сажать. Самолет этот мой любимый теперь. Самый целый. Надо хорошо его посадить. В следующем видео будем мини-коршуна уже стартовать. Смотри, чтобы не зашибло. Смотрю. Клево, клево. Посмотрели запись. Оказалось, что летает он 180 километров в час. Это максимум. То есть пикирование я его не хочу разгонять. Потому что он, друзья, реально развалится. У него и так крылышки хлопают, дрожат на ветру. Вот. Так что с этим видео всё. Показали вам все скорости. Один 100 километров в час летает. Другой под 200. Третий под 300. Но вот сейчас, думаю, может как бонус, попробовать вот этот восстановленный из хлама. Уже можно сказать. Показать вам, будет ли он летать вообще или нет. Что это получится? Это тот, который 300 летает. Конечно, тут он перелатанный просто ужас. У него во всех плоскостях кривой нос. Как видите, весь в шрамах. Его нужно заново облетывать. Сейчас мы этим и займёмся. Лапать. Да, этот, конечно, летит мега быстро. Так это вообще пол газа. Дать огня ему? Дай. Не буду в пикировании давать. У меня плохие воспоминания. Всё, это был бонус. Упал. Как результат, этот самолет тоже упорол. Улетел на тучи. Сегодня освещение не очень было. Плюс адский ветер. Я не то чтобы улетел. Меня просто унесло туда. И унесло как раз в зону плохой видимости. Опять же запутался, что куда и как. И упорол этот замечательный самолет. Все уже упорол. Уже брали даже мини-коршуна. Но я зассал на нем летать, если честно, по той погоде. Плюс вот эта неприятность случилась. Он уже лежит в багажнике, ждет своего часа. Крайне важно, чтобы была хорошая видимость. Чтобы солнце светило сзади. И ветер тоже от солнца дул. Чтобы самолет по ветру улетал в зону хорошей видимости. А не в зону плохой. Потому что он будет стремиться туда улететь. И будут получаться такие дрова. По крайней мере большой шанс этого. Чиним. Все, друзья. На этом неинтересная часть моделизма на моем канале закончилась. Теперь надо брать реактивные самолетки и летать на них. В следующем видео мы будем стартовать мини-коршуна. Самолет с двигателем калибри турбореактивным. У которого тяга гораздо больше, чем здесь. И тяга не пропадает на скорости. И самолет будет новый, абсолютно ровный. С теми же самими настройками. Так что кому интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Поддержите просмотром это видео. Либо какое-то еще. Всем пока. До новых встреч.